Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава Бытия, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Ну вот, та часть Бытия, которая про Авраама, на самом деле центральная часть. Она, прежде всего, про завет Авраама с Богом. И вот мы читаем вещи, которые нам кажутся мелкими. Там Авраам получает участок, чтобы похоронить свою покойную жену Сару, да, в предыдущей 23 главе. А в 24 главе идет речь про женить бы его сына. Слушайте, ну это же такая обычная вещь. Люди умирают, их хоронят, они женятся, рожают детей. Ну, что об этом писать-то, да? У нас тут сотворение мира было в самом начале. А тут вдруг кто-то умер, кто-то женился. Ну, смешно даже, вот какой масштаб несопоставимый. Но это наш масштаб. Это масштаб, я не знаю, СМИ. И то в СМИ, если это свадьбы или смерть какого-то знаменитого человека, конечно, об этом будут все писать. А сотворение мира писать там вообще не будут. Для Бога тоже масштаб немножко другой, чем вот с нашей обыденной точки зрения. Почему? Потому что эта история не просто подробности жизни некоторого количества людей, да? Это история к тому, как соблюдается завет со стороны Бога и со стороны человека. Авраам покупает поле в предыдущей главе для того, чтобы первый участок земли, который владеет его потомки, стал принадлежать ему. И сын Авраама женится для того, чтобы его потомство было многочисленным, как песок на берегу моря или звезды на небе. А как иначе это будет? И поэтому важно, а как это происходит? Вот действует человек и действует Бог. Книга Бытия все время про это сотрудничество, сработничество. Если человек будет сидеть, раскрыв рот и ждать, пока ему плюшки с неба повалятся, они не повалятся. Но если человек будет бесконечно трудиться вкалывать и вот свою линию гнуть, она тоже никуда не приведет. Да, вот должно быть именно сотрудничество Бога и человека. Сейчас мы это увидим в истории о Женидне. Авраам был уже глубоким старцем, и благословение Господне во всем ему сопутствовало. Вот для начала, да, то есть. И сказал Авраам своему старшему рабу, тому, кто управлял его домом и хозяйством. Да, у него же есть управляющий, этот самый Элизар, который мог бы унаследовать все, если бы не рождение сына. Между прочим, мог бы завидовать теперь, думать, как плохо, что сын родился. Нет, это верный раб. Так вот, сказал ему, коснись моего бедра. Очевидно, некий ритуальный жест. Вот, может быть, старик, который уже мало встает с постели, нужно коснуться его бедра, как бы принести ему клятву. «Поклянись Господом, Богом небес и Богом земли, что не женишь моего сына на местной, на хананинке, а пойдешь в мою страну, к моим родным, и оттуда приведешь жену для Исаака». Почему? Здесь нет этого объяснения, оно там дальше будет встречаться. Ну, видимо, потому что местные народы, они уже настолько заражены этим язычеством, что на них жениться нельзя, да, на этих девушках. Нужно вывести оттуда же, откуда он сам. Наоборот, у нас сегодня близкородственные браки, они, ну, опасны, они действительно, с точки зрения генетики могут спровоцировать всякие нехорошие последствия, сейчас об этом не будем. А здесь ровно противоположное, да, вот если это по благословению свыше, то это будет все хорошо. Раб спросил, а что, если девушка не захочет, идти со мной сюда, в эту землю? Хороший вопрос. Ну, многие люди ответят, заставим, да. Он предлагает другое. Я должен буду вернуть твоего сына в страну, откуда ты пришел, да. То есть вопрос насилия вообще исключен, да. До сих пор есть регионы в мире, где похищение невесты — это нормальная практика, причем не только ритуальное похищение. Периодически даже в новости попадают. Уже тогда, где-то четыре тысячи лет назад, они это для себя исключили, если они с Богом. Ну, так что же, вернуть сына? Ни за что ответил Маврам, невозвращай моего сына туда. Господь, Бог небес, который увел меня из отчего дома на чужбину, говорил со мной и клялся, что отдаст эту землю моим потомкам. Он сам пошлет своего ангела пред тобой, чтобы ты привел моему сыну жену. Если девушка не захочет идти с тобой, ты свободен, отклятвен, но невозвращай моего сына туда. Раб коснулся бедра своего господина и произнес клятву. Потом взял десять верблюдов, принадлежавших его господину, взял с собой все его сокровища, все, то есть даже ничего не пожирел, посвататься и тронулся в путь в Арам-на-Хараем, в город, где жил Нахур. Арам-на-Хараем — это верхняя междуречь, вот земля, где сегодня северный Ирак, такая многострадальная земля, но издавна ее многие хотели себе, поэтому без конца воюют. Вот мы видим это сотрудничество Бога и человека. Благословение свыше, но ты тоже действуй. Ты действуй, но действуй, зная, что ангел перед тобой идет, если не получится, ну, значит, ты свою долю работы выполнил, значит, вот не дано благословения, ничего страшного, ты не виновен. Ты виновен только, если ты не выполнил свою часть этой работы. А как же это произойдет? Пойди туда, знаю куда, и приведи ту, не знаю кого, да? Был вечер, когда он остановил своих верблюдов перед городом у колодца, а там, в общем-то, переход длинный, и отчасти по пустыне верблюды пьют редко, но много. У колодца час, когда девушки выходят из города за водой. Традиционное общество, воду носят женщины, а прежде всего незамужние девушки, но они молодые, пожилых женщин не отправишь в ведра таскать, или кувшины. И Авраамов раб сказал, «О, Господь, Бог, господин моего Авраама, не спошли мне сегодня удачу, не оставив моего господина, вот я стою у колодца, куда девушки из города ходят за водой. Я скажу одной из них, позволь мне напиться из твоего кувшина». А тут надо заметить, вообще-то, как познакомиться с девушками. Дискотек нету, всяких тиндеров тем более, да? Где парню встретит девушка? У колодца, потому что к колодцу она каждый день выходит. А где незнакомцу встретит девушку? Тем более у колодца, потому что парень еще где-то в общем доме может с ней встретиться, пересечься, а незнакомец из чужого края вообще нигде больше. Собственно, девушка увидеть не может. Но заодно это повод проверить, а какова девушка? «Позволь мне напиться из твоего кувшина. Если она ответит, пей, и твоих верблюдов я тоже напою, значит, ее ты избрал в жены для раба своего Исаака. Пусть будет это знаком, что ты не оставил моего господина». Ну, понятно, что любая нестервозная девушка скажет, ну, конечно, попей. Путник усталый после перехода через пустыню хочет попить воды. Ну, что ей жалко воды. А вот девушка, которая скажет, я напою твоих верблюдов, представляете себе, что это такое, когда верблюд после перехода выпивает там литров 10 воды, да? А у него их 10. Сколько ей нужно своим кувшином, там рядом с колодцем наверняка поилка для скота, но ее надо наполнить. Сколько ей нужно вылить воды в эту поилку, пока она всех верблюдов не напоит. Более того, я напою. Да? То есть она берет на себя ответственность, и она готова потрудиться. Слушайте, хороший способ выбирать жену, гораздо лучше, чем на дискотеке или в Тиндере. Не успел он вымолвить это, как с кувшином на плече подошла Ревека, дочь Бетуэла, сына Мильки Авраамова, брата Нахора. То есть она еще и родственница, да? Вот из того самого корня, ее генеалогия была дана выше. Так как бы в виде примечания к потомкам Авраама. Она была очень красивой, еще девушка-мужчина еще не познал ее. Она спустилась к колодцу и наполнила кувшин. Когда она пошла обратно, то есть вроде все закончило, вот, ну, не вовремя, как просишь, да? Слушай, я сейчас домой, вообще-то, давай как-то в другой раз. Авраамов раб подбежал к ней и попросил, дай мне попить воды из твоего кувшина. Пей, господин мой, ответила она. Тут же сняла кувшин с плеча, напоила Аврааму раба, а потом сказала, сейчас я принесу воды твоим верблюдам, пусть напьются вдоволь. Вот оно и сбылось. Она быстро вылила воду в поилку для скота, снова побежала к колодцу и так носила воду, пока не напоила всех верблюдов. А это, я еще раз напомню, наверное, ну, ни одно ведро. Раб молча наблюдал за ней и желая удостовериться, что Господь благословил его путь. А когда верблюды напились, он дал ей, дальше внимание, мода, значит, третьего тысячелетия до нашей эры, а нет, три тысячелетия назад, значит, второго тысячелетия до нашей эры, дал ей золотую серьгу для носа весом в беку пол шекеля, то есть где-то шесть граммов, два золотых браслета весом в десять шекелей, то есть по сто граммов, и спросил, скажи, чья ты дочь? Неплохо заплатил за воду. Вот так не всегда знаешь, надо ли помогать незнакомцам, да, иногда можно очень выгодно заработать. И найдется ли в доме твоего отца место, где переночевать? Она ответила, я дочь Бетуэла, сына Мелькина Хоура, и добавила, у нас много соломы и корма для скота, и место для ночлега найдется. И сказал Аврамов раб, склонившись и простиршись нить перед Господом, благословен Господь, Бог господина моего Авраама, не оставивший моего господина. Господь привел меня прямо в дом к родным моего господина. А как же других посмотреть? Как же устроить конкурс красоты? А ну-ка, девушки, чтобы они там все поили верблюдов, какая ловче, ловче и быстрее это сделает? Нет. Это достаточно хорошо, да? Вот у нас есть такое свойство перфекционизм у многих, и невозможно решиться, потому что вдруг можно еще лучше. Нет, все сложилось, все сбылось. И для него это и есть окончание вопроса, решение вопроса. Не нужно стремиться сделать все идеально, не нужно стремиться сделать все наилучшим возможным образом. Нужно стремиться сделать так, чтобы это соответствовало вот понятию «хорошо». Ревекка побежала домой к матери, рассказала о приезде гостя. Когда Лаван, брат Ревекки, увидел у сестры Сергуя браслета и узнал, о чем с ней говорил приезжий, он поспешил к колодцу, подошел к врамову рабу. Тут вместе со своими верблюдами все еще стоял у колодца. Это же восточная вежливость, он не может вместе с девушкой прям так ввалиться в дом с этими всеми верблюдами, он ждет, пригласят его или нет. Не девочка же решает, а старший в доме. И сказал, добро пожаловать, благословенный Господом. Зачем тебе стоять здесь, когда я уже убрал дом и приготовил место для твоих верблюдов? Вот эта восточная вежливость, на первых, все время вопросами они разговаривают. Как есть такой анекдот, пришли к Равину его ученики и спросили Рэбе, почему ты все время отвечаешь вопросом на вопрос? А что вам не нравится? Ответил Рэбе. Вот это форма разговора, когда ты как бы не навязываешь своего мнения собеседнику, ты подталкиваешь его своим вопросом. К тому, чтобы сформулировать это мнение. И он уже убрал дом, приготовил место. Вот эта преувеличенная вежливость. А Фрамов раб зашел в дом. Он, между прочим, раб. Хотя, конечно, почести, оказанные ему, переходят на его господина. Верблюдов развьючили, принесли для них солома и корма. А гости его спутникам дали воды вымыть ноги. Ну, понятно, после дальней дороги, тем более они в открытых сандалиях. Сколько деталей интересных. Зачем эта мелочь здесь? А ведь как она украшает текст? Мы видим эту реальность жизни. Мы видим не просто Аврамов раб пришел туда и увел оттуда девушку, на которую ему указал Господь. В принципе, было бы то же самое. Но как мы видим эту человеческую жизнь? Насколько она ценна? У нас тут ангелы действуют, у нас тут мир сотворяется. В этой книге одновременно про то, как верблюдов поют, про то, как ноги моют после дальней дороги. Вот это не мелочи, это жизнь. Подали еду, но Аврамов раб сказал, я не стану есть, пока не расскажу, зачем меня сюда послали. Ну, то есть, это очень важное срочное дело, тем более, когда все наедятся, напьются, уже никто ничего не будет соображать. Говори, ответили ему. И он начал рассказывать. Я раб Авраама, Господь щедро благословил моего господина и не спасал ему богатства, овец и коров, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена моего господина, родила ему сына уже под старость, и все, чем мой господин владеет, он передал сыну. Сразу видим сватовство, вот в полном разгаре, да, он так издалека заходит. А господин взял с меня клятву, что я не женю его сына на местной девушке, на Хананеенке, а пойду в его отчизну, к его родственникам, и оттуда приведу жену для его сына. Я спросил господина, а что, если девушка не пойдет со мной? Он ответил мне так. Господь, перед лицом которого шла вся моя жизнь, он сам пошлет с тобой своего ангела и благословит той путь, чтобы ты привел моему сыну жену из моего рода, из моей семьи. Если ты пришел к моим родственникам, значит, ты выполнил данную мне клятву. Даже если они не отдадут тебе, девушка, ты все равно свою клятву выполнил. Не очень понятно, зачем он это уточняет. То есть, вроде как, мое дело сторона, я предложил, а решайте вы сами. И сегодня, подойдя к колодцу, я сказал, и дальше он начинает пересказывать. Вот в Библии, когда пересказывается то, что мы только что уже читали, это, как правило, означает, обратите внимание, это действительно важно. И, как правило, пересказываются те эпизоды, на которые мы не хотим обращать внимание. Нам кажется, что это мелочи. И сегодня, подойдя к колодцу, я сказал, «О Господь, Бог господина моего Авраама, да будет тебе угодно благословить мой путь. Я остаюсь сейчас у колодца, и когда сюда придет девушка за водой, я скажу ей, дай мне попить воды из твоего кувшина. Если она ответит, пей твоим верблюдам, я тоже принесу воды, значит, ее-то Господь избрал жены для сына моего господина». Не успела я подумать, это как подходит Ревека с кувшином на плече, спускается к колодцу и набирает воду. Я попросил у нее воды, а она тут же подала мне кувшин и сказала, «Пей, верблюдов твоих я тоже напою». Я напился, а потом она принесла воды верблюдам. Я спросил, чья ты дочь, и она ответила, «Дочь Бетуэла, сына Нахора и Мельки». Тогда я дал ей серегу для носа и браслеты, а сам склонился и простерся ниц перед Господом. И я благословил Господа, Бога господина моего Авраама, за то, что он привел меня сюда прямым путем, его господина, девушку из рода моего господина. Теперь слово за вами. Желаете ли вы исполнить просьбу моего господина? Дайте ответ, чтобы я знал, что мне делать. Ну и в чем же важность этой истории? Ну вот видимо в том, что это то самое соработничество Бога и человека, когда человек живет, но не бездействует, а старается найти в своей собственной жизни какие-то, с одной стороны, знаки от Господа, а с другой стороны, точки приложения своих усилий, чтобы это совпало. Лаван и Батуэл отвечали, от Господа это дело, не нам говорить здесь да или нет. Вот Ревека, бери ее с собой, пусть свершится воля Господа, и сын твоего господина возьмет ее в жены. Интересно, что, кажется, девушку даже и не спросили, по крайней мере пока, потом спросят. Но обычаи того времени, да, эти вопросы решает глава семьи. Услышав это, Авраам Авраам вновь простерся ниц перед Господом, затем он достал для Ревеки наряды, серебряные и золотые украшения, а также дорогие подарки для ее брата и матери. После этого он и его спутники поели и легли спать. А наутро Авраам Авраам сказал, позвольте мне вернуться к моему господину. То есть, прямо вот так сразу, да, переночевал только и все. Браты матри веки отвечали, пусть она поживет у нас еще хоть дней десять. Ну, нормальное желание, да, то есть, они провожают дочку, они только вчера, собственно, ее просватали и уже сразу расставаться. Это тяжело, это всегда тяжело. Я знаю, у меня две, я обеих замуж выйду. Не задерживайте меня, сказал Авраам Авраам, раз уж Господь благословил мой путь, то позвольте мне вернуться к господину. То есть, вот он как стрела, да, он не есть, не будет, пока он всего не решит. Он лишнюю ночь не переночует, но надо же глядить, конечно, куда выходить в путь. Позовем ее, предложили, и пусть сама решит. Смотрите, собственно, они все уже решили, но ее слово как бы последнее. Может быть, они надеялись, что она закапризничает, и тогда будет повод ее оставить у себя, но тяжело спрощаться с любимой дочкой. Тем более, ее выдают замуж в далекую страну, она не будет в гости ходить регулярно. Они позвали Ревеку и спросили, пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. Такой неожиданный ответ. Вот она тоже увидела в этом какую-то свою судьбу, она тоже увидела в этом то, что надо решить здесь и сейчас. Вот не надо тянуть с выбором, когда он тебе ясен. Тогда они просили с Ревекой, ее кормилицей, с Иврамовым рабом и его спутниками. Кормилица, значит, идет с ними, ну, рабыня, которая ее в детстве там опекала, нянька, чтобы, ну, хоть кто-то из родных там рядом с ней был, кто-то помогал ей, она же тоже девушка из богатой семьи, нужно, чтобы кто-то там ей прислуживал. С Иврамовым рабом его спутниками и благословили Ревеку такими словами, пусть твоих потомков, сестра, тысячи будут, десятки тысяч, пусть падут пред твоими детьми вражеские врата. Ревека и ее служанки, даже не одна, сели на верблюдов и поехали вслед за Аврамовым рабом. Он ехал домом, домой и вез Ревеку. Вот подробнейшая история, быт древнего Ближнего Востока и одновременно эта история вот про то, как Бог и человек делают одно дело, каждый по-своему, но идут к одной цели. А Исаак только что вернулся из Берлахэру и он жил тогда в Негиве, ну это южная часть Святой Земли. Вечером он вышел в поле, поглядел и увидел приближающийся караван верблюдов. И Ревека увидела Исаака. Она спрыгнула с верблюда и спросила Аврама в раба, что за человек извод нам навстречу. Это мой господин, ответил он. Тогда Ревека взяла покрывало и закуталась в него. Да, то есть оделась поприличнее и покрывало скрывает лицо невесты вплоть до дня свадьбы от жениха. Не смотрели на фотографии в соцсетях, кто там поприличнее выглядит. А после того, как раб рассказал Исааку о своем путешествии, Исаак вил Ревеку в шатер Сарры, своей матери, и Ревека стала его женой. Он полюбил ее. Так Исаак нашел утешение после смерти матери. Смотрите, все наоборот по сравнению с нашим опытом. Он ее не видит до дня свадьбы. Ревека стала его женой, и он полюбил ее. Вообще-то у нас бывает почти всегда наоборот. Люди друг друга полюбили, потом они поженились. Но смотрите, вот Исаак здесь такой очень созерцательный человек. Вышел он в поле погулять, поглядеть, верблюды идут, жену мне везут. Хорошо. И поженился тут же. Патриархи, они очень разные. Авраам — это вот такой кремень, хитроватый немножко, который обманывает царей окрестных и говорит им, что его жена — это его сестра, но который при этом вот надо, и он это делает. Сказал ему Господь принести в жертву Исаак. Он взял все, что нужно для жертвоприношения, взял Исаака и пошел приносить в жертву. Исаак у нас такой романтик, ну, романтик, может быть, слово не из этого периода жизни, но такой вот созерцатель, такой наблюдатель, немножечко пассивный. Дальше у нас будет Иаков. Вот этот не созерцатель ни одной секундочки. Этот будет, наоборот, такой комбинатор, хитрец, бегун и все прочее. Люди разные, а благословение одно. То есть, неправда, будто вот Богу угодно люди какого-то одного психотипа, люди какого-то одного характера, одной линии поведения. Ему все могут быть угодны. Вопрос в том, как человек соотносит свою жизнь с волей Божьей. Ну, вот, длинный рассказ о свадьбе подошел к концу. В общем-то, история Авраама тоже подходит к концу, и чуть-чуть мы еще с ним встретимся в 25 главе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...